В Тверскую область пришел большой футбол. Это сказано слишком громко. Просто профессиональные клубы Верхневолжья начали выступление в очередном первенстве России. Предстоящий турнир в зоне запад 2-го дивизиона, где по обыкновению сыграют Тверская Волга и Вышневолодский Волоченин Ратмир, будет как никогда продолжительным. Он пройдет в три круга и продлится до июня 2012 года. В этом году будут сыграны 38 туров. Последние матчи перед уходом на полугодовые каникулы состоятся 30 октября. И, наконец, шесть оставшихся туров пройдут с 22 апреля по 4 июня следующего года. Перед началом многомесячного футбольного марафона руководство футбольного клуба Волга, как обычно, преисполнено честолюбивых намерений. Команда провела три полноценных сбора, основательно переукомплектовалась. Очередные перемены на тренерском мостике естественным образом повлекли немало изменений и в составе команды. Новый тренер Волги Виктор Демидов, известный по работе в Вышнем Волочке, привел за собой группу футболистов, в том числе, естественно, из Волочанина Ратмира. Среди них галкипер Смирнов, полевые игроки Чванов и Резнюк. Между тем, в каждой из линий сохранились лидеры и сторожилы команды. В обороне это Иван Резвих, в полузащите Сергей Хомутов, которому в нынешнем сезоне вновь доверена капитанская повязка, в нападении Дмитрий Белов. Упомянутым трем столпам Тверского клуба и защитнику Александру Самонека, президент футбольного клуба «Волга» Валерий Песенко во время традиционной пресс-конференции, посвященной началу сезона, вручил удостоверение кандидата в мастера спорта. 33-летний Сергей Хомутов играет в «Волге» без малого полтора десятилетия. Провел за «Волжан» 350 матчей. Это третий показатель в истории клуба. Больше в форме «Волги» на поле выходили только Александр Трусов и Владимир Рудаков. Но уже в этом году Хомутов может их обойти. Капитан команды оценивает итоги подготовительной работы, а сравнивая нынешнюю команду с прошлогодней, подчеркивает, все решится на футбольном поле. Соперникам мы не уступали ни в чем. Единственное, что с реализацией моментов сами не забивали. А если сравнивать, зачем куда-то сравнивать, я думаю, что каждый год она должна становиться все лучше и лучше в команде, чтобы двигаться вперед. В начале того года говорили, что эта команда лучше. Это каждый год так и будет говорить, все равно всегда. Хочешь им покажет? Да, покажет. Вот выйдем на поле и покажем, что лучше в том году была или в этом. Результаты контрольных матчей «Волжан» и отзывы очевидцев об игре команды оставляют надежду, что уж в этом году тверские футболисты смогут побороться за самые высокие места. В отличие от прошлого года, руководство команды не делает громких заявлений относительно цели на сезон, предпочитая осторожные формулировки, играть на победу в каждом матче или быть в верхней части таблицы. В целом, если оценивать селекцию клуба, то можно заключить. В «Волге» подобраны крепкие по меркам второго дивизиона футболисты. Звезд нет, если не считать потухшей звезды Эрика Корчагина, блекла смотревшегося в прошлом сезоне, но оставшегося в команде. «То состояние коллектива, которое на данный момент сейчас есть, я считаю, что команда готова к чемпионату. Не буду говорить на сколько процентов, но всегда лучше говорят так. Команда готова процентов на 80, чтобы дальше вкатиться в чемпионат, и чтобы не было там спадов, чтобы в этом разуме зависеть от тренерского штаба и от понимания ребят, которые будут выходить и добиваться нужного и достойного результата. Это немаловажный факт. Что еще хотелось бы сказать? Сказать, конечно, то, что в этом году это будет очень тяжелый год. Есть команды, которые ставят определенные задачи и цели. И я считаю, что нам с ними конкурировать по плечу. По плечу, и я еще раз говорю, не надо в этой сезоне никого не бояться. Уважать надо всех. Но каждому сопернику надо готовиться. Это однозначно, мы будем разговаривать и разговаривать себе. К сожалению, предсезонка не обошлась без хворей и травм. Болен голкипер Ахмед Хайбулаев. И в спешном порядке клуб заключил контракт с молодым вратарем Петром Устиновым. Новый наставник Волжан сложности не боится. И накануне старта, как, впрочем, и многие его предшественники, демонстрируют завидную бодрость духа. Все нормально у нас. И все готовы. Хайбулаев тоже с нами. Он вылечится. Вылечится, ничего себе сложного в этом нет. Все через это проходят. У нас есть травмы. Да, не без этого. И что дальше? Что мы теперь, что мы должны голубь пепла посыпать? У нас есть люди, которые будут играть. Трудно сказать, насколько лестными и уместными покажутся такие аналогии, но Тверскую Волгу можно сравнить с московским «Спартаком». Два клуба роднят наблюдающиеся в последние годы тренерская чехарда. Амбициозные задачи и регулярное их невыполнение. Огромное вложение средств. Сообразно уровню необходимых затрат в премьер-лиге и втором дивизионе. Пожалуй, сегодня Волга даже более народная команда, чем «Спартак». В том смысле, что существуют на бюджетные деньги, в отличие от краснобелых, живущих от щедрот частного капитала. Впрочем, нельзя исключать, что и Тверской клуб вскоре обретет своего владельца. Уже давно ходят слухи о покупке Волги известным литовским бизнесменом Владимиром Романовым. Он встречался с губернатором Дмитрием Зелениным и президентом Волги Валерием Песенко. Господин Романов, да, действительно человек, который состоятельный, обеспеченный. И прежде всего его, будем так говорить, основное занятие – это зарабатывание денег. Он бизнесмен. Но плюс ко всему, он, как и, будем так говорить, некоторые состоятельные люди, он и, ему не чужды интересы и спорта, но в частности футбола. Появление его в области было вызвано, прежде всего, его бизнес-интересами. То, что у нас есть с ним контакт, именно этим была вызвана его встреча в моем присутствии с губернатором. И у него есть несколько бизнес-проектов, которые он хотел бы реализовать в Тверской области. Сразу говорю о том, что да, я рассчитываю, что вот та помощь, которая ему, и те предложения, которые ему делает область, они им будут по достоинству оценены, и он будет вкладываться в Тверской футбол. Но на настоящий момент вопрос о покупке футбольного клуба не стоит. Это просто немножечко, будем так говорить, сработала фантазия, и поэтому... Но я этого не исключаю, я с ним на связи, поэтому я думаю, как-то всему свое время. Матчи первого тура, которые команды из Тверской области пропускали, состоялись 18 апреля. Отметим крупные победы Смоленского Днепра и вернувшегося в зону Запад Петротреста. Разгром, учиненный Локомотивом 2 Вологодскому Динамо. Солидно укрепившийся Костромской Спартак стартовал с победы над Ивановским текстильщиком 2-1. Псков 747 во главе со знаменитым Эдуардом Малафеевым с таким же счетом одолел в компенсированное время Мурманский Север. Вчера, 21 апреля, прошли матчи второго тура. В Вышнем Волочке Волочанин принимал Волгу. Результаты этого матча, проходившего во время подготовки программы к эфиру, вы видите на ваших экранах. Напомним, что 26 апреля ожидается второе кряду Верхневолжской дерби. Это будет матч розыгрыша Кубка России. Волжане постараются поддержать репутацию Кубковой команды. В прошлом сезоне, правда, вышла незадача. Волга выбыл из этого турнира на стадии 1-32 финала, уступив Пскову. В этом сезоне мы начинаем новый путь Кубковый. Смею надеяться, что путь этот будет долгим. Но начинается он аж 1-256. И начинаем мы его с нашими добрыми друзьями-соперниками из города Вышний Волочок 26 апреля в Вышнем Волочке. Но победитель этой пары будет встречаться, по-моему, с Псковым, если мне не изменяет память. Так что у нас есть шансы все-таки Пскову отдать прошлогодний долг. Тем более мы по очереди будем в следующий Кубковый матч, если все благополучно сложится в Вышнем Волочке, играть дома. 30 апреля открытие футбольного сезона в Твери. В третьем туре первенства Волга принимает Костромской «Спартак». Заметим, что в предстоящем сезоне установлены разумные цены на билеты. Стандартный билет обойдется в 50 рублей. Участник Великой Отечественной войны, Герои России, СССР и социалистического труда, почетные граждане города Твери и дети до 7 лет в сопровождении родителей посмотрят футбол бесплатно. Пенсионеры, инвалиды, ветераны труда, студенты заплатят за билет 20 рублей. Дети от 7 до 14 лет – 10 рублей. И в качестве постскриптума. 20 апреля президент футбольного клуба «Волга» Валерий Песенко подал в отставку. Его уход объясняет увеличивающейся нагрузкой на основном месте работы, на посту председателя областной избирательной комиссии. Преемником Песенко на посту президента клуба стал заместитель губернатора Тверской области Леонид Гальперин.